Поход в магазин косметики всегда увлекательный, но непростой квест. От разнообразия изящных флаконов разбегаются глаза. После общения с консультантом и распыления нескольких пробников наконец удается найти парфюм, который идеально дополнит образ. Однако на этом история не заканчивается. Один и тот же аромат часто представлен в нескольких вариациях. Дезодоран, духи, туалетная вода. От выбранного формата зависит, как запах поведет себя на коже, насколько стойким, насыщенным и многогранным он окажется. Из чего же состоят любимые нами флаконы с вкусно пахнущим эликсиром? Чаще всего человек пользуется, конечно, дезодорантом. Это косметическое изделие, предназначенное для маскировки ослабления или устранения неприятных запахов. В настоящее время наибольшее распространение получили шариковые и роликовые дезодоранты, а также дезодоранты в аэрозольной упаковке. В основе любого дезодоранта, который хочет, применяя который мы хотим скрыть неприятный запах, это всегда какая-то основа. Либо это гидроксид цинка, либо это гидроксид алюминия. И дальше уже обязательно спирт, поскольку надо все растворить. И опять же какие-то эфирные масла, которые создают приятные ароматы. Еще раз подчеркну, дезодорант не регулирует деятельность потовых желез. Он просто скрывает неприятные запахи. Если же дезодорант защищает нас от неприятного запаха пота, то для чего же предназначен антиперспирант и чем эти средства отличаются друг от друга? Первое и самое главное дезодорант защищает от запаха, а антиперспирант защищает от пота. То есть первое косметическое изделие подавляет бактерии, которые провоцируют едкий аромат, а второе блокирует выработку потовых желез. В составе антиперспирантов главную роль играют соли, алюминия и циркония. Их крохотные частицы проникают внутрь потовых каналов. При контакте с жидкостью они превращаются в гель и временно блокируют потоотделение. Антиперспиранты. Вот покупая антиперспиранты, мы должны очень внимательно смотреть на упаковку. Там может быть написано либо 24 часа, либо 48. Вот когда написано 48, мы должны обратить особое внимание, поскольку на 48 часов блокируется деятельность потовых желез, что очень нежелательно для организма. В основе антиперспирантов также лежит либо оксид алюминия, либо оксид цинка, и также эфирные масла и спиртовая основа. Очень важно понимать основной принцип работы подобного оборудования. Аэрозольный баллончик это механизм, предназначенный для превращения жидкости в мелкодисперсный туман. Если вы когда-либо читали заднюю часть аэрозольного баллона, вы могли заметить такие сообщения, как контейнер под давлением. Чтобы гарантировать, что содержимое выходит равномерно, когда вы нажимаете кнопку на верхней части емкости, производители должны сжимать жидкость внутри с помощью насоса или компрессора. Это можно сравнить с накачиванием велосипедной шины. Как правило, содержимое аэрозоля хранится в 2-8 раз выше нормального атмосферного давления, но чаще в нижней части этого диапазона. Общий принцип следующий. Жидкость или газ движется из области большего давления в область меньшего давления. Или, как говорят ученые, жидкость движется по градиенту давления. Ровно этот принцип используется в распылителях. При нажатии на кнопку над трубкой выгоняется воздух, в трубке уменьшается давление и жидкость поднимается вверх. Дальше она выбрасывается из сопла в окружающую среду и уже на втором этапе формируется струя в воздухе. Обычно эта струя вначале около сопла имеет большую скорость и дальше как бы она тормозится. Конечно, ни один день у большинства из нас не обходится без использования парфюмерной воды. Духи делятся на два вида – натуральные и синтетические. Первая категория туалетной воды – это уникальные ароматы самой природы, для производства которых используются только натуральные эфирные масла. Сырье для натуральных духов должно быть исключительно высококачественным, поэтому это довольно дорогое удовольствие. В основе всех духов лежат, как правило, две составляющие. Это, конечно же, спиртовая основа, без нее никуда не деться, и сложные эфирные масла. Они могут быть либо натуральные, это аромат лаванды, ваниля, розовое масло, либо это манго, маракуйя. Подавляющее большинство современных парфюмерных композиций содержат как натуральные, так и синтетические компоненты. На сегодняшний день искусственные ингредиенты занимают 80% во всем производстве духов. Химические соединения и природные составляющие прекрасно сочетаются и мирно сосуществуют. Это дает возможность потребителям наслаждаться необычными ароматами. Непоследнюю роль в популярности парфюмерных синтетических соединений сыграла и небольшая в сравнении с натуральным сырьем стоимость. Кроме того, синтетические молекулы стали палочкой-выручалочкой для парфюмеров. Все это из-за того, что натуральные компоненты духов могут вызывать аллергии, что не свойственно искусственным соединениям. На самом деле эфиры действительно очень легко синтезировать, потому что в основе сложных эфиров всегда есть спирт и какая-то сложная кислота. Они абсолютно никак не вредят нашей коже, просто у природных там намного богаче получается спектр ароматов, поскольку никогда невозможно прям вот с точностью синтезировать что-то природное. И синтезируя что-то самостоятельно, мы делаем какой-то вот такой вот аналог природных эфирных масел. Кроме того, очень важно знать о том, как правильно утилизировать тары под давлением. Аэрозольные баллоны, в том числе и бытового назначения, представляют определенную опасность при их неверной утилизации. Наполовину заполненные емкости, где газ или жидкость находятся под давлением, нельзя класть в контейнер с перерабатываемым мусором. Под прессом они могут взорваться, повредить оборудование и нанести вред тем, кто занимается утилизацией. Также возможно воспламенение содержимого, а после и взрыв. Рекомендуется опустошить баллончики перед тем, как выбрасывать их в ведро. Но даже пустой с виду он может представлять угрозу. Таким образом, выбирать средства стоит по личным потребностям, а не по советам или рекламе. Например, кому-то подходит дезодорант с легкой отдушкой, а кому-то комфортнее блокировать потовые железы, чтобы уверенно чувствовать себя с сухой кожей. Адалина Абдрахманова, Елизавета Газизянова, Никита Акиньшин, Универ Ньюс.